я родом из россии это моя моя земля моя страна да миссионер да я несу слово божие это основное мое занятие скажите зачем вам это надо и у меня за спиной произносят слова вы здесь сегодня были ради меня и уходят в дверь я понял что в моей жизни не хватает вот этого измерения колоссального огромного и до меня буквально за пальчик привела супруга моя теперешняя господь мне напоминает о том что не имею я права не знаю я и знать не могу в принципе но ваша вот тема там прямо 60 там по он доказать быть сегодня 60 до там где господь призовет нести слово его и проповедь о нем там там и несу служение здравствуйте олег здравствуйте отец сергий здравствуйте друзья сегодня у нас в гостях миссионер который путешествует по россии который путешествует по бывшим советским республикам с проповедью о христе олег воскресенский филолог магистр богословия кандидат педагогических наук соавтор учебников основы православной культуры и основы мировых религиозных культур преподаватели магистратуры белгородской православной духовной семинарии ведущей программы поговорим обсудим поспорьем на радио мария город санкт-петербург чтец американской православной церкви святой троицы в городе сент-пол штат миннесота сша путешествует из соединенных штатов америки штат миннесота вот олег уже 33 года проживает за рубежом но вот каким-то образом почему-то человека вот так вот беспокоит это сидячая жизнь и сегодня мы как раз таки хотим поговорить о том что такое миссионерство о том как это быть миссионером о том что какие плоды миссионерство там да что это дает вам и что это дает людям начнем давайте попробуем да если можно попытайтесь может быть как-то рассказать нам вообще кто вы и как так получилось то что вы стали миссионером что и и насколько что такое назваться миссионером я миссионер во-первых спасибо за приглашение на ваш канал на вашу передачу и волнительно и радостно и и конечно вопрос сразу ставит меня в тупик потому что я сам себя никогда миссионером не называю меня кто-то когда-то в каких-то каком-то контексте иногда называют миссионером я преподаватель я учитель учитель русского языка и литературы по первому своему образованию и миссия которой я занимаюсь служение которое несу она такое вот духовно просветительское поэтому миссионером вот в таком вот каком-то прямом смысле слова специальном как да я себя честно говоря не ощущаю и определить поэтому понятие миссионер мне довольно трудно хотя я вот как бы формально действительно подпадаю под какие-то принятые определения миссионера да я действительно много езжу по всей стране в россии ну как бы я родом из россии это моя моя земля моя страна вот вот сейчас уже не первый раз белоруссии украина литва польша финляндия узбекистан то есть да вот с этой точки зрения да миссионер да я несу слово божие это основное мое занятие однако как я это делаю каким образом я осуществляю это это призвание через миссию вот такую духовно-просветительскую преподаю я читаю уроки провожу уроки читаю лекции провожу встречи ведь миссии же разные бывают бывают благотворительные миссии да вот я этим не занимаюсь вас просветительская у меня просветительская миссия ну вот скажите да правда вот мы с вами уже немножко так общаемся да и вы рассказывали то что вот ваш ритм жизни шесть недель вы проводите дома и потом на три недели вы отправляетесь пускай это будет не миссионерское путешествие оставим это за апостолом павлом у вас пускай это будет просветительская такая вот да какая-то поездка но послушайте ведь правда ну как то есть вопросы с безопасностью есть вопросы с комфортом есть вопросы ну слушайте наверное где-то с усталостью с возрастом там то есть я бы мог придумать множество каких-то факторов которые бы меня заставили сидеть дома и как-то вот так вот потихонечку как-то наслаждаться жизнью там да скажите зачем вам это надо зачем вот вам вот внутри вашего личного опыта нужно ездить и вот говорить о христе и страха божия один мой знакомый рассказал мне историю своего соседа который там в америке в пригороде жил пастор и вот он вышел на пенсию его проводили с почетом и пока он ехал домой он получил звонок от жены о том что дом сгорел все он вернулся в церковь отозвал свою я шучу конечно но в каком-то смысле я себе боюсь представить какие беды на меня свалится если я откажусь от того призвания божественного призвания которому господь меня готовил всю мою жизнь слушайте ну вы знаете это здорово вы не случайно как то вот вы которые второй третий раз говорите о призвании вы чувствуете себя призванным говорить о христе это лучшее что я могу делать все остальное я тоже я могу красить заборы как том сойер я этим занимался некоторое время но как приехали в америку надо было как-то зарабатывать на жизнь я могу заниматься переводами я перевел несколько книжек довольно толстых и таких солидных и как какой-то другой труд я тоже могу совершать но то чем я сейчас занимаюсь у меня получается лучше чем что-либо иное и я чувствую что знаю собственно о том что мой труд востребован я еду туда куда меня приглашают куда меня зовут и куда меня после первого знакомства приглашают еще раз поэтому у меня есть вот как бы обратная связь с реальностью и я следую этому водительству духа божия которая таким образом проявляется и поэтому если я этого делать не буду вот я боюсь что со мной начнут происходить всякие неприятные вещи ну не только конечно это но вот в самом простом на самом деле ну мы говорим о простом вообще говоря вот этом ощущении призванности и вы очень как-то мне понятно то что вы говорите ну а вот скажите все таки ну правда а вам не страшно я сейчас когда я совершаю этот труд я совершаю труд божий и он я ему поручаю свою дорогу ему поручаю свою жизнь свое здоровье желудок я ем не известно что не известно где не всегда известно что и не известно где поручаю ему свою семью как то которую я оставляю дома я знаю в чьих руках находится моя жизнь всех руках мое благополучие моя безопасность если я этим не буду заниматься мне придется самому заботиться об этом а я с этим справлюсь я уверен гораздо хуже замечательно но олег вот скажите знаете когда читаешь там какие-то жития отцов которые миссии занимались меня правда всегда удивляла вот то послушайте ну люди живут в общем-то своей какой-то жизнью у них есть какая-то своя система координат там да и в общем-то как правило люди считают сами себя вполне адекватными умными состоятельными полноценными кого не надо учить кого в общем-то ну так вот как-то вот люди могут позволить себе на уровне какого-то хобби сходить там куда-то вышивка заняться в теннис поиграть может быть позволить себе какой-то тренинг вообще меняться людям как-то так вот ну из моего опыта достаточно трудно а все-таки когда вы идете просвещать до когда вы говорите о христе и вот мне кажется это вот вот для меня всегда когда я читал жития вот таких просветителей миссионеров тому святых равнопостных мефодия кирилла ну они идут и откуда рождается уверенность то что вот я могу говорить о христе и вообще им это надо да то есть вы вы вот так тоже как-то у вас просто и четко я знаю то что людям это надо как это у вас почему как как вы преодолевать есть такой барьер да то что а вдруг я на самом деле там я не знаю смешон не точно подготовлен а может быть вообще говоря постоянно постоянно всегда вот сейчас сижу и думаю не поверяю вас об этом самом в частности и и и молюсь молюсь и прошу господа употреби меня вот при всех мои при всей моей не знаю смехотворности при всех моих слабостях при всех моих там недостатках вот но употреби меня и и и потом стараюсь ну че с чуткостью и вниманием относиться к тому какой плод принесло принес мой труд и по милости своей господь посылает мне вот таких ангелов иногда я вам рассказывал на днях эту историю да вот когда я оказался в ситуации неловкой ужасной ситуации расскажите я думаю это будет интересно ну и вкратце в санкт-петербурге есть замечательная школа в которой меня пригласили провести для учителей семинар исторические основания христианской веры это вот основной мой что ли семинар и я приехал на пораньше ну не намного пораньше зашел в класс смотрю уже какие-то учителя сидят беседа была с учителями с учителями с учителями да после уроков это не какие-то детки это люди которые для историков в основном гуманитария зашел ну думаю у меня куча времени оставил там свой рюкзак что ли пошел пообедал в школьной столовой вот и где-то там через сорок возвращаюсь учителя все еще сидят ну я там стал подключать свою аппаратуру проектор то да и все компьютер и потом уже поздоровался с ними и чувствую вот какое-то напряжение такое неприятное вот я его стараюсь преодолеть там с юмором там как-то предлагаю какое-то не знаю внимание заострить на чем-то и вот такое неприятие потом ну закон я старался изо всех сил преодолеть его я я проводил наверное один из лучших своих семинаров потому что вкладывал просто ну все чтобы вот этот блеск в глазах появился вот люди тем не менее учителя сидели на меня хмурившись смотрели а я не мог понять в чем дело закончилась презентация вопросы-ответы вопросы хорошие я все-таки раскрутил что называется аудиторию но такие вот как сказать с подначкой вот с таким вот а вот а что это вы вот тут почему-то там не помню какие-то вопросы такие хорошие по сути вопросы по истории по археологии но вот я опять не могу поймать что понять что 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 в них во мне их не устраивает а потом директор школы зашла сказал а все замечательно спасибо я сказал да вот я только не очень понимаю что что получилось что случилось у нас в начале и учителя к ней обратились претензии почему вы нас позвали к двенадцати а лектор пришел к часу и я тоже ах так вот в чем дело она говорит да я им всем сказал прийти пораньше потому что они всегда опаздывают неловко перед лектором это они час сидели ждали меня они видели что я пришел они увидели что я пошел обедать я вернулся назад оставил рюкзак и потом как ни в чем не бывало не извинившись вообще как будто все нормально совершенно потому что я не понимал что происходит да 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 и вот это их настроение вот в течение практически ну всего там полтора часа представляю ваше настроение да и я чувствовал что я я не знаю вообще чего-то я добился какого-то смысла был ли этом и стою собираю свои значит провода там вот и учителя выходит но я чувствую что я старался я же очень старался вот преодолеть вот то что я не знал что какой-то барьер и почувствовал что я отчасти хотя бы кто-то хоть не знаю хотя улыбнулся хоть раз вот и учителя выходят в дверь и одна из учительниц проходит мимо меня и у меня за спиной произносят слова вы здесь сегодня были ради меня и уходят в дверь все мне больше не надо вот и это было этот вот я даже не знаю кто это и почему но вот тогда когда мне было особенно трудно тяжело невозможно а вот господь мне послал вот такого ангела от себя поддержать меня то есть ты работай ты работай ты делай свое дело а я вот все эти опоздания твои вот все эти твои неловкости вот все эти всю эту логистику это вот не твое дело ты делай твой вот ты пришел и выдай все по максимуму что ты можешь что ты можешь вот иногда да приходится выдавать ну больше чем обычно преодолевая вот какое-то сопротивление и господь посылает утешает утешает поэтому у меня есть это обратная связь у меня есть уверенность если угодно уверенность несмотря на вот на опять-таки на всю мою нервозность и человеческая да и комплексы мои бесконечные у меня галстук завернулся там ну понятно не туда и так далее вот а потом все это будет на камере в течение полутора часов у меня будет галстук на боку вот господь усмотрит и сделает так что никто не заметит или я не знаю как он если еще это сделает это правда его уже да компетенция это не мое вот мое дело вот выдать на гора скажите а у вас вот так вот сколько лет вы уже так ездите вот в таком режиме пять поездок в год и он не случайно выработан две поездки в первый семестр две поездки во второй семестр ну полугодие школьные потому что я работаю в основном со школами учебными заведениями с учителями и однолетняя поездка вот получается пять поездок в год и где-то в среднем получается 6 недель дома 3 недели в дороге вы как долго вы в таком режиме уже живете 17 лет 17 лет 17 лет а вот за эти годы вот случались в вашей жизни вот то чтобы вы могли сказать вот слушай знаешь как вот это точно чудо да вот вот это вот это вот самое такое вот такое важное что-то было ну чудес множество и множество раз вот не знаю какие-то критические ситуации и ну вот не знаю ну вот я вам только что чудо это правда это правда это правда вот ну я не знаю хорошо я вспомнится я вам расскажу что нибудь такое чудо очень трудно рассказать согласен да потому что это для меня было совершенным чудом правда за пределами нашей реальности возможности но поди попробуй его потом ну да то есть это может оказаться что такого да это было таким вот откровением да божье присутствие согласен с вами да скажите пожалуйста а вот можете вы сказать что в вашей жизни вот есть какие-то были какие-то учителя которые вот ну как-то сформировали вас в вашем христианском мировоззрении и именно вот как-то подтолкнули к тому чтобы ну скажем так не в келии своего сердца замкнувшись сидеть да а вот проповедовать говорить были такие наставники у меня были замечательные да конечно я стал учителем благодаря тому что у меня были замечательные учителя учитель физики николай семенович там седьмом восьмом классе в девятом десятом классе ну тогда десятилетка была у меня был гениальный учитель литературы герман умчфейн вот скончался два месяца назад в девяносто пятилетнем возрасте удивительный человек и это люди которые послужили мне вот образцом того как быть учителем а герман умч кроме того на уроках литературы впервые в моей жизни заговорил о боге проходили достоевского помнится и вдруг это советская школа это какой 73 год такой расцвет застоя и вдруг на на уроке литературы мы слышим о боге как о действующем лице участники жизни героев и у меня дух захватило вот буквально и я я понял что в моей жизни не хватает вот этого измерения колоссального огромного измерения я с тех пор его искал я находил терял но вот этот учитель я ему безмерно благодарен за то что он открыл для меня эту возможность общения с богом живым богом ну какое-то представление о творце вселенной я никогда не представил не мог себе представить что она сама эта вселенная как-то самообразовалась хотя в семье у нас было не принято говорить о боге и даже запрещено говорить о боге дело в том что мой дед кстати сегодня 2 декабря сегодня день его памяти он был расстрелян 2 декабря 37 года священник протереи отец александр воскресенский царство ему небесное за свою веру за проповедь слова божия был расстрелян в ливенском районе орловской области есть такое страшное место урочище липовчик там сейчас мемориал и вот его имя там на одно из памятных плит и вся семья вот по отцовской линии была преследуема как члены семьи врага народа очень тяжелая жизнь была моего отца мы родственников других и поэтому в семье у нас это вот просто мы об этом не говорим вот вот вырастешь сам узнаешь сам решишь а вот чтобы тебя было благополучное детство и юность и отрочество отрочество юность что там по порядку и молодость и вот чтоб ты спокойной душой мог поступить в институт стать учителем вот вот и и вдруг вот это самая как бы запретная тема для меня раскрылась таким необыкновенным образом вот скажите вы жили в москве и это тоже было время когда были совершенно удивительные люди которые так вот тоже через какие-то свои тайные тропки добирались до храма приближались богу встречали ли вы вот на своем пути таких вот взрослых людей которые правда вот я христианин или же вот правда учителя и какая-то вот молитва вашего вот дедушки полагаю святого еще не канонизировали нет нет вот в первую волну что ли канонизации он не попал а теперь это такой сложный процесс которым надо специально заниматься и если бог даст силой времени я наверное должен был и должен буду заняться да но вот вот есть молитвы деда есть вот школьные учителя которые вас подвигли такой вот учительский труд на были ли еще кто-то кто вот был таким вот ориентиром вашей жизни ну кто так как-то наметил какие-то пути меня буквально за пальчик привела супруга моя теперешняя оксана привела ксения привела в в церковь младше меня поэтому мне казалось что я тоже двумя образованиями это все знаю кто она такая чтобы не но в ней было что-то что-то но теперь-то я знаю что и кто совершенно удивительно необыкновенной красоты человек и кроме кроме этого и может быть отчасти часть этой красоты заключалась вот как я пони понял позже в той вере живой вере в бога по которой она жила вот я изучал веру в бога я там интересовался богом я обращался к богу в трудные минуты в критические минуты своей жизни я молился но потом все становилось на свои места и я продолжал вот такие вот отношения с богом так сказать вот не вмешательство такое взаимного уважения да господи помилуй страшно вспомнить стыдно вспомнить вот моя супруга я за ней следовал по пятам еще когда вот ухаживал за ней она ходила в церковь а я за ней а она меня значит нет мол вот у тебя неправильная мотивация ты за мной ходишь в церковь а вот когда тебя бог призовет так зовет зовет конечно я я потому и нет 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 вот значит и вот как то вот уже да она прошла вы проходила в это время потом прошла курсы оглашения такие обстоятельные двугодичные курсы а я за дверью подслушивал они у нас дома происходили вот поэтому мне тем более интересно вот и тем более что мне не разрешают мне не допускают тем как это вот и я же видел этих людей с которыми она общается и катехизаторы и да и я таки добился вот однажды на богослужение в церковь она меня взяла с собой и там я встретил услышал голос который я филолог узнал бы из тысячи голосов голос сергей сергеевича веренцева он был членом этой общины и он читал псалмы в своем переводе как чая в части богослужения я сейчас не помню что это было точно вот а я на презентацию кажется его книги перевода псалмов ходил там в дом ученых или куда-то я слышал его уже вот и восхищался им конечно академик сергей сергеевич и вдруг он в этой в этой церкви в этой в то время церкви только-только передали этой общине вот поэтому церкви то не было две стены и бурьян посреди вот и и я понял что я я в правильном месте если сергей сергеевич там и моя жена там то я должен быть там поэтому это вот было такое вот вот буквально что называется она меня привела в церковь и через эту удивительную замечательную совершенно особенную церковь общину она меня вот привела и к богу скажите вот вы говорите про ваших учителей про вашу супругу да когда вы читаете лекции когда вы беседуете с людьми вот что для вас оказывается самым важным что для вас вот как-то такое вот некие критерии того то что вот случилось то что состоялось что вы от ваших учителей переняли да что вам кажется что должно быть воспроизведено у любого кто вот старается проповедовать или кто старается учить наверное я я это помню что герман науч мой учитель он всегда очень уважительно относился к личности для него не столь важно было какому мы там в каком мы классе какого мы возраста какого мы там не знаю отличники были там любимчики и так далее личность неповторимая уникальная личность поэтому самый безнадежный двоечник который и не читал даже того что мы обсуждаем на на уроке поднимал руку и герман и все мы вынуждены были выслушивать его вот неуклюже подчас неуместно и не относящиеся к делу какое-то суждение и вдруг это суждение взрывало класс потому что мы-то все умные мы-то все прочитали уже мы-то уже продумали все а вот человек просто слыша двоечник несчастный слыша нашу тут разговоры и ему открылось то что к чему мы были слепы в нашей премудрости и герман он давал такую возможность вот уникальность каждого человека вот поэтому это же не раз и не два господь меня смирял когда я пытаюсь предугадать предусмотреть свою аудиторию господь мне напоминает о том что не имею я права не знаю я и знать не могу в принципе не могу знать про свою аудиторию про своего слушателя ничего вот он абсолютно уникален неповторим и если я начинаю пытаться предугадать а значит это учителя а это значит на началка начальной классы а это санкт-петербург а это ну и вот как то вот а значит им надо вот так вот господь смиряет и вдруг оказывается что это это люди каждый человек со своей судьбой со своим интересом со своими совершенно неповторимыми свойствами качествами вопросами комментариями замечаниями вот поэтому мое дело вот выдавать что ли вот выдавать я уже не первый раз от слова употребляю представлять предлагать все что у меня есть вот просто максимум да олег а что для вас вот православие это вообще что как это быть православным и давайте знаете как и быть православным мирянином то есть вы не чувствуете то что вы как бы не до христианин потому что вы вот мне в рясе вы вот какой-то такой вот не лохматый не бородатый что для вас быть христианином православным человеком нести то исполнять то служениях которому я призван в той церкви в которой я призван его исполнять и я чувствую призвание в православной церкви нести это служение кстати был у меня такой период почти года на три или четыре когда я нес служение более-менее регулярно служение проповедника в баптистской церкви дело в том что у нас была был предмет в семинарии гомилетика и должна была быть проповедническая практика у нас в семинарии я учился в америке в миннесоте в семинарии межконфессиональный там учились православные протестанты всех до понятия наций гомилетика то есть проповедь я должен где-то проповедовать я к батюшке обратился к нашему он сказал нет учебных проповеди у нас в храме быть не может поэтому значит я не получил такой возможности но там среди эмигрантского нашего населения знаком был и с протестантами у них молодежная такая церковь только вот только образовалась и вот мне там пастор сказал ну вот для молодежки для нашей можешь провести вот такую учебную что ли пробную проповедь им понравилось и они меня стали приглашать но чуть не каждый раз там в течение многих лет помню жена моя в ужасе ах ты предал значит ну предал церковь вот и мы даже обращались вот к священнику к нашему московскому за консультацией вот что ли и он нас успокоил ну я-то и так в общем был вполне спокойно этот счет но и успокоил душу моей супруги нет вот олег вот сейчас призван нести это служение поэтому не беспокойся он в православии останется и я потом ну через некоторое время вернулся православную церковь ну и приобрел я благодарен безмерно благодарен братьям протестантам за то что они мне этот опыт предоставили и проповеди и расширение моего вот богословского ракурса и кругозора поэтому да там где господь призовет нести слово его и проповедь о нем там там и несу служение олег если у вас вот какие-то любимые святые вот те кто вот кому вы обращаетесь кто кого просите о помощи и что в них вам дорого есть мой небесный покровитель олег брянский князь с очень интересной судьбой и жизнью он мой небесный заступник я о нем помню я его имя ношу и постараюсь быть достойным этой чести этого звания я не знал долгое время о том что я вот ну о каких-то князьях олегах я конечно знал но вот о святом узнал относительно поздно и поэтому вот для меня это все еще некое открытие все еще некий некий сюрприз что ли ну вот каждый раз брянске оказываясь я снова там буду через неделю я прихожу к этим к этой памяти к этим мощам и как-то черпаю вдохновение от того что я не первый олег одной стороны такой святость пример святости а с другой стороны брянский это не не так не не масштаб это не не какое-то светило которым кто кто-либо кроме меня может быть знает в этом смысле какое-то очень личное лично интимное даже отношение сказать просто вот православные люди вот в разных уголках россии белоруссии православные люди соединенных штатах или других странах насколько православие все-таки разница в разных странах или же вот вы видите что есть вещи которые ну слушайте вот это вот скажем так вы могли опознать православного человека человека как-то вот так вот в толпе или не в толпе а вот вы в самолете летите и вот вы знаете то что вот там какой-то православный ответ скорее отрицательный я хотел сказать положительный когда вы заняли первую часть вопроса скорее отрицательный и опять таки это вот наверное возвращаясь к тому предыдущему вопросу каждый человек совершенно уникален и православие каждого человека настолько индивидуально настолько уникально столько сочетаний факторов нюансов в жизни которые в конкретном человеке воплощаются в уникальном православии каждый человек носитель то есть в этом смысле говорит о том то что вот есть какая-то специфическая там вот там грузинское православие болгарская русская там да пусть и она либо вот как-то вот либо человек есть человек там да и вы видите в нем этого человека либо вот как-то да все остальное какие-то черты узнаются а вот это вот я наблюдал в сербской церкви вот а вот это типично американская церковь а вот это наша русская совершенно неповторимая да но каждый человек это уникальный опыт православия поэтому я бы даже не взялся я бы были у меня честно признаюсь были у меня такие попытки какой-то вот систематизации что ли вот по каким-то внешним признакам и опять вот господь меня смирил вот успокоил не твое это дело вот имеешь дело с конкретными конкретным человеком или с конкретной группой людей и и ты отвечаешь передо мной за них не за страну за планету не даже за город там не за штат не спрошу я с тебя что это вот когда ты там жил в начале 21 века вот в стране творилось такое безобразие нет он с меня спросит такого-то числа вот я тебе послал на твоем пути конкретного человека вот все ли ты сделал тогда что ты призван был вот передо мной из-за этого конкретного человека я отвечаю за этот конкретный случай час день я отвечаю поэтому как-то вот и некое бремя с плеч вот я не отвечаю за всю страну вот что это у вас такое вот мне американцы что у вас в россии творится это не ко мне вот 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 я расскажу о том что я сделал свою конкретную поездку в россию и в конкретном городе с конкретными людьми что мне у меня получилось что у меня не получилось где я дал слабину и а где господь чудным образом приумножил приумножил да олег скажите а вот у вас есть вот какой-то спектр тем да вот которым вы вот читаете лекции если то любимое да что вот вот ой кажется я буду говорить про это и вот как здорово да тут что вот из вообще о чем вы рассказываете да и что вот из этого вам как-то ближе всего самое любимое любимая тема это та которая нашла своего слушателя и иногда это очень случайно аудитория по списку тем там по выбирает какую-то тему мне кажется почему они ее выбрали она им совершенно не подходит им бы вот другую лучшую тему опять я пытаюсь предугадать свою аудиторию вот если я вспоминаю о том что это не мое дело вот то все становится на на свои места я готовлюсь к презентации к лекции там встречи к уроку и эта тема оказывается вот прямо вот любимый и и я представить я не могу что как 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 бы я вот взял сейчас и что-то такое предложил следующий раз да мы встречаемся ой у меня еще есть для вас ой а приедете к нам еще раз да конечно что еще а вот есть такие-то такие-то тема вот мы хотим такую-то такую поэтому наверное нет есть темы которые мне легче даются есть темы над которым мне приходится больше трудиться но тут опять трудно трудно предугадать хорошо тогда давайте вот я об этом же но немножко более конкретно одна из ваших тем это доказательством бытия божия но и вот знаете если кто-то как-то немножко вот интересовался то как правило говорят там о четырех иногда добавлять там пятое доказательство бытия божия там да но ваша вот тема там прямо 60 там по моему доказательство бытия божия да то есть вот понимаете как вот у меня вопрос в связи с этим да то есть вот вообще вам вам приходится доказывать кому-то вот бытие божие что такое доказательство да вот и ну может быть раз их так много может быть о каком-то любимом да вот ну то есть понимаете чтобы вот мне хочется услышать доказательство это вот теоремы и там вот какой-то вот она теорема есть есть любимая она нелюбимая ну может быть кого-то есть там любимый там да но когда мы говорим про бога то во первых странно говорить как кажется доказательстве но с другой стороны поскольку вот бог это бог это наш бог то ну может быть вот есть какие-то вот такие пути доказательства которые ваши любимые ну если мы вспомним некую историю которая произошла в час раннего майского заката на патриарших трудах прудах где один из персонажей в ответ на реплику о доказательстве и доказательств никаких не нужно просто в белом плаще да 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 белом плаще с кровавым подбоем просто христос существовал говорит воланд ну вот в контексте романа он поразительным образом положительный герой ну и едва ли не едва ли не положительный герой то есть доказательств быть не может могут быть свидетельства и вот опять в контексте романа он свидетель того что происходило две тысячи лет тому назад а вот и он а свое свидетельство таким образом произносит приводит и вот эту свою лекцию 60 доказательств бытия божья начинаю с того что доказать бытие божье невозможно вот мы условно называем их доказательствами на самом деле это свидетельство доказательство лишает оппонента свободы выбора мы доказали теорему это значит мы доказали что другого варианта выбора нет что в случае с богом в принципе невозможно да живым богом который предоставил человеку свободу выбора а вот поэтому все что мы можем сделать и должны и призваны это при привести свидетельство да вот мы свидетели то есть совидители того что господь производит в нашей жизни событий богослужение в истории церкви свидетельстве истории археологии и так далее естественных наук и так далее вот эти свидетельства я начал коллекционировать еще там 20 лет назад больше 25 и даже сама идея коллекции пришла не мне в голову у нас был предмет апологетика как сейчас помню современная апологетика как-то так и учебник по апологетике содержал в себе 20 доказательств бытия божия мне тогда же пришло в голову что это не доказательство это ну по латыни это аргументум и вот слово аргументум было переведено как доказательство на самом же деле это свидетельство и вот в том учебнике их было 25 классических фомы аквинского и потом пошли значит какое-то традиционное восточное потом современная кибернетическая потом еще какое-то еще какое-то и я этими 20 научился пользоваться в качестве свидетельств а постепенно их стало все больше и больше они стали нарастать одно на другое ветвиться в свою очередь и вот еще года два назад я опубликовал статью в научном сборнике сорок восемь доказательств бытия божия и тогда уже как почему сорок восемь такая цифра да да потому что наверное их больше и вот на сегодня таким образом их 60 и может быть сегодня вечером их будет уже 61 вот или больше или может быть на этой цифре я остановлюсь и да среди них есть любимые и нелюбимые и среди них я попытался и несколько раз даже проводил этот эксперимент предлагал их своим аудиториям и попросил выбрать самое убедительное самое неубедительное ну вот разброс аудитории там студенческая аудитория постаршие люди с богословским образованием там священство мои магистранты в белгородской семинарии и я заметил такую закономерность что если какое-то доказательство кажется убедительным а другое не убедительным то если для кого-то первое из них окажется не убедительным то именно противоположное будет самым убедительным люди устроены ну вот есть левополушарные есть правополушарные есть люди там разных темпераментов и так далее вот и и доказательства таким образом для разных людей работают по-разному иногда парадоксально иногда наоборот как-то закономерно ну как бы естественно как же еще вот из этих там 60 зачем мне 60 вот это мне одно и нужно все остальные мне не нравится я даже не могу назвать какое мне меньше всего нравится потому что они все не работают только одно работает вот поэтому вот мне радостно видеть что их множество что и почему да потому что опять-таки люди разные люди даже один и тот же человек я заметил вот это тоже уже многие годы за этим наблюдаю один и тот же человек несколько лет назад выбрал одно доказательство спустя много лет выбрал другое доказать что-то изменилось в его жизни вот поэтому но есть мое любимое она собственно подсказано мне моей женой любимой она там какое-то восемнадцатое что-ли не помню эстетическое доказательство музыка баха поэзия пушкина живопись сезанна существует значит бог есть да замечательно замечательно ну то есть я вас очень понимаю то есть когда есть красота когда есть влечение когда ты выходишь из своей ограниченной куда вот к источнику этой красоты и это бог да потому что человек мы знаем людей да и сами художники признаются ну честные художники признаются что это не они творят что они слышат или там вдохновение их толкает они записывают то что им что они слышат они слышат извне себя они не из себя рожают это вот производят и вот не знаю я знаю множество теперь когда-то вот чуть ли не в шутку там жене своей предложила на год отчета смеешься так оно и есть все остальное ну да конечно может быть кому-то интересно вот она пришла к вере бога через вот приобщение к искусству культуре богатства церковной культуре ну собственно говоря ведь мы помним что было с легенде о князе владимире да когда вот выбор веры можно туда 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 и когда люди были святой софии и видели то вот оно явление божьего мира через что через вот эту вот красоту явленную в архитектуре святой софии да богослужение красота богослужение я и подумал я вот не раз уже теперь бывал в хаде софии в храме и когда там звучит голос или голоса понять ничего невозможно даже на знакомом языке понять ничего невозможно а там было несколько хоров это божественная литургия на греческом послете которых да святого рима наверно ничего они не поняли из того что пелось но они вернулись со впечатлением мы даже не знаем были мы на земле или уже на небе вот красота богослужения стала свидетельством истинности христианской православной веры ну замечательно мне кажется вот дай бог чтобы правда и мы сами хоть немножко отражали как-то этот вот красоту замысла божьего да потому что красота она ненавязчиво мне кажется в отличие от доказательства которого так вот аподектично и вменяет тебе в обязанность как вот если эти доказал значит ты в некотором смысле проиграл и теперь обязан вынужден там до следовать а красота она обнаруживает и влечет и тогда мы признаем эта красота ну дай бог чтобы в нашей жизни было побольше красоты и чтобы мы сами где-то так эту красоту могли явить людям отражать приумножать да дорогой олег вам большое спасибо то что вы вот нашли время побыть сегодня с нами вот и очень надеемся то что правда ваши труды вот будут благословены богом и как бы у вас как иногда может любому человеку показаться что-то не получается да то есть чтобы эти мысли они вели только такому вот к смирению и к большему упованию на бога чтобы никогда никакое вот такое вот сомнение и уныние не одолевала вас вот и дай вам бог чтобы ваших во всех трудах как-то вот вы были плодоносны и чтобы жена всегда вот могла вас дождаться уставшим но радостным вот призванным и исполнившим свое призвание дай бог ей сил вот исполнять свое послушание терпеливой любящей супруги чтобы вот и ее такая вот миссия она тоже была духовно плодоносной для нее спасибо вам большое и вот бог вам в помощь спасибо господи спасибо господи очень вам благодарен за встречу за разговор и за ваши молитвы спасибо богу до свидания спасибо